СОФРИНА Как и предполагалось, матч получился закрытым и напряженным. СОФРИНА долго вкатывался в игру и немало ошибался. Спортинг тоже не сверкал надежностью. Но Львам удалось забить свой мяч и перейти на излюбленную тактику контратак. Пропущенный гол окончательно загнал раненого зверя в угол. СОФРИНА начали бить поворотом со всевозможных позиций. Заводские отыгрались за 6 минут до конца первого тайма. В оставшееся время обе команды могли забивать еще. Но вратари проявили себя выше всяких похвал. На старте следующей 25-ти минутки Спортинг прижал Софрина к воротам. Серия аутов завершилась голом Николая Рыжкова. Но результативный стандарт соперника у софринцев нашелся свой ответ. Два неожиданных решения в розыгрышах штрафного и аута застали Золотых Любов врасплох. Расклад сил резко поменялся. Спортинг выглядел растерянным. А Софрина, почувствовав вкус крови, бежал вперед громить конкурента. Резкий контрвыпад заводских завершается голом Максима Батога. Львы продолжают ошибаться. До поры до времени их спасает вратарь Максим Вилейко. Но и его Софринцам удается обхитрить. Владимир Шептицкий замыкает прострел на дальней штанге в уже опустевшие ворота. Спортинг бросает все силы в атаку. Отрыв по счету крупный, но и время позволяет спасти безнадежный матч. Они даже переходят на непривычную для себя формацию в пять полевых футболистов. Игра в большинстве помогает забить третий гол. Но все же провоцирует еще большее количество ошибок из-за недостатка опыта. К финальному отрезку игры Софринцы набрали пять фаллов. И Спортинг всячески пытался их спровоцировать на критическое нарушение. Но в итоге ошибся сам. Максим Теряев с точки оформил окончательный итог матча. 7-3 победа Софрина. Мы готовились к этой игре. Знали, что в Софринце захочет взять реванш у нас после первого круга. Мы знали, что ребята пойдут сразу в атаку. Или такой атакующий футбол. Перегорели, наверное. Где-то много ошибались. Фалили, ненужные фалы зарабатывали. В целом вообще на самом деле просто ничего не получилось сегодня. Они воспользовались ситуацией, забили свои голы. Даже когда мы 2-1 начали вести, казалось бы, вот сейчас начнется. Но нет, они играли до конца. Играли в хороший футбол. Мы перегорели, проиграли заслуженно, наверное. Физически вроде готовы были. Мы тренируемся постоянно. Что-то наигрываем, что-то новое. Даже не знаю, наверное, все-таки что-то здесь в голове произошло сегодня. Когда 2-2 было, наверное, уже тогда мы проиграли. А так, на самом деле, парни молодцы. Многие старались, видно было, что хотели победить. Но где-то что-то у нас, наверное, переклинило. Переключилось, и мы отдали игру. Да, мы, наверное, отдали игру. Поражение спортинга обострило и без того напряженную борьбу за сохранение прописки в высшей лиге. Идущий последним лесной в эти выходные отобрал очки у второго связиста. Так что пациент скорее жив, чем мертв. Да и софренцам такая уверенная победа придаст необходимый импульс в оставшихся матчах сезона. Календарь позволяет каждому из аутсайдеров зацепиться за результат. Как в хорошо прописанном сценарии, кусочки пазла станут общей картиной лишь в концовке истории. Продолжение следует... Продолжение следует...